Итак, Енисей впервые в своей 80-летней истории вышел в главную лигу отечественного футбола. Команда во втором стыковом матче уступила Махачкалинскому Анжи 3-4, но за счет разгромной домашней победы 3-0 все же не оставила сопернику шансов. Эта победа сделала Енисей самой популярной командой, а игроков – самыми популярными спортсменами в регионе. И футболисты, и болельщики переживают невероятные эмоции. Но для троих из них выход в Премьер-лигу – особенный момент. Не то что в карьере, в жизни. Главные детские воспоминания Максима Семакина связаны с этим небольшим стадионом «Металлург». И, возможно, главные взрослые воспоминания тоже будут связаны с этим местом. За 10 лет, что он играл за пределами Красноярска, многое изменилось. И в первую очередь в нескольких метрах появился большой футбольный манеж, где Енисей проводит матчи и тренировки. За эти годы Максим выступал в составе пяти клубов, с которыми четырежды выходил в Премьер-лигу. Но этот, пятый, конечно, особенно признается. Хотя понял это только спустя пару дней после решающего стыкового матча в Каспийске с Анжи. В радости как бы не сильно много было, потому что у меня сил просто не было после игры. То есть там такая духота, жара, и отбегали, и вроде понимаешь, что выиграли, но сил особо еще-то радоваться у меня вот лично. Лично у меня как бы эмоций не так уж много было. Друг и партнер Максима по тогда еще Металлургу, а теперь Енисею, Павел Рожков, едва не завершил карьеру три года назад. В 2015 он выступал за любительскую команду «Реставрация», которая играла вот на этом стадионе комплекса «Здоровый мир». Во время самых важных матчей приходило до 500 человек, но таких было немного. И так и закончил бы, если бы два года назад ему не позвонили из Енисея и не пригласили на сборы. Понимал, хорошо себя покажет, попадет в команду. Признается, возможно, это были самые сложные в психологическом плане сборы в карьере. Я переживал, я не спал, я, наверное, похудел тогда, как вспомню. Приехал я 76 килограмм, я езжал, я 71 вешал уже. То есть я переживал там, я всегда там спал, кто-то играл в карты, я спал, высыпался, чтобы готовиться к второй тренировке. Для него, рассказывает выход Енисея в премьер-лигу, точно самый яркий момент в карьере. Стопоставимость с ним был в 2005-м, когда команда выходила из второй лиги в первую, которая сейчас называется ФНЛ. Правда, того момента могло и не быть. Команда из-за долгов по зарплате отказывалась лететь на один из последних и важных гостевых матчей. Убедил болельщик. Он пришел на стадион и в слезах весь умолял нас, ребята, поиграйте хотя бы за болельщиков, за которых, ну, которые ходят за вас, болеют не ради там кого-то там, а вот именно попросил. И тогда мы, команда, решили, что да, мы полетим. Этого болельщика зовут Алексей Яковлевич. Он поддерживает главную красноярскую команду уже 60 лет. Он был на каждой домашней игре. Но в апреле этого года сильно заболел и пропустил остаток сезона, поэтому сразу после победы Максим и Павел решили его навестить. Алексей Яковлевич в курсе не только результатов команды, но и перемен в жизни игроков, особенно красноярских, которых помнит еще юными. Сразу же поздравляет Максима с рождением дочери. Расспрашивает ребят о матчах с Анжи, который смотрел перед компьютером, о других игроках, но больше переживает за их будущее в команде. Боится, что клуб перед сезоном премьер-лиги решит избавиться от Павла и Максима. Да меня вот сейчас интересуют наши парни. Будут они играть? Как огни есть? Хоть это, один-два матча. Ну, команда как не остаться может? За молодежку там где-то помогать. Сейчас же будет вторая команда молодежка. Ребят успокаивают Алексея Яковлевича. Они-то настроены более оптимистично и вручают подарок. Бронзовую медаль первенства ФНЛ. Алексей Яковлевич сразу же сравнивать с той, что получил в прошлом году, когда Енисей тоже занял третье место. Но это, объясняют ребята, важнее. Это просто третье место. А это уже с проходом в премьер-лигу. Ну, хорошо. Мы вот вам дарим от всей команды. Спасибо. Ну и, конечно, здоровья вам. Спасибо, друзья. Спасибо вам на память будет. Алексей Яковлевич сразу же надевает свою фартовую футболку Енисея. Ну, мужики, спасибо вам. Вот честно слово. Это такая радость. Вот нету ни у кого такого. Нету. Нету, конечно. Нету. А потом признается, сейчас мечтает об одном. В новом сезоне прийти на стадион и увидеть на поле их. Как было раньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok